Андрей Левицкий. Я Сталкер. Новый выбор оружия. Глава первая. 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 и развалины, но вот то-то и оно. Изменение не расширило зону на весь мир, как мы думали, но прошлось по ней основательно, перекроив и переиначив. — А мне все-таки кажется, контролер, — будто прочитал мои мысли пригоршня, — да откуда бы? И тут контролер выскочил из жизнерадостных березок в дальнем конце поляны. Расстояние давало нам некоторое преимущество, издалека мутант-телепат не мог дотянуться и нанести пси-удар. Выглядел он обычно для их племени. Непропорционально большая голова в язвах, штаны свисают лохмотьями, торс обмотан грязными, изорванными бинтами. Тварь двигалась рывками, но не по прямой, а огибая невидимую аномалию. Чертыхаясь, пригоршня потянулся за винтовкой, которую отложил в сторону. За это время контролер успел довольно значительно приблизиться и увидеть нас, а я прицелиться и дать короткую очередь в три выстрела. Увы, в тот момент, когда давил на спусковой крючок, почувствовал полуобморочную слабость, и рука дрогнула. Я промазал. Контролер дотянулся. Вот и первый сюрприз от этих телепатов. Увеличена зона поражения. Плохо. Но хорошо, что пока еще слишком далеко от него до меня, чтобы нанести удар в полную силу. Иначе я бы валялся, подыхая от головной боли. Пригоршня вскинул М4 и опустил. Слишком близко. Чтобы сбить прицел, контролеру не понадобится даже отпускать меня. Я достаточно долго знал напарника и понял, что он собирается делать, и решил помочь, оттянуть внимание мутанта на себя. Превозмогая слабость и дурноту, снова выстрелил и снова в молоко. Пригоршня поднялся и, отбросив оружие, из которого сейчас просто не мог прицельно выстрелить в мутанта, кинулся навстречу контролеру. С реакцией у того было туговато. Проще говоря, контролер — тормоз. Решительные и, главное, быстрые действия сбивают его с толку. Тварь закрутила огромной башкой, ослабив контроль надо мной. Правильно, милый, расслабься. Еще немного. И, подчинив меня окончательно, контролер вполне способен был заставить вольного сталкера-химика выстрелить не в него, а вольного сталкера-пригоршню. Бывший десантник был уже у цели. Шляпа свалилась с его головы, когда пригоршня налетел на мутанта. Я поспешно опустил винтовку. Не хватало еще попасть напарника. Пригоршня пнул контролера в живот, тот упал на спину, перекувыркнулся и вскочил с неожиданным проворством. Вот и второй, значит, сюрприз. До изменения даже я сделал бы контролера в рукопашной схватке. Что уж говорить о пригоршне. Напарник был в опасной близости от телепата, и я снова выстрелил намеренно в сторону, но достаточно близко, чтобы контролер занервничал и вспомнил обо мне. Тварь обернулась, я встретился с нею взглядом. Это было похоже на удар в глаз, вспышка ослепительно белого света, боль, брызнувшие слезы. На несколько мгновений полностью потерял ориентацию. Это почти сразу прошло. Контролер отпустил, и, проморгавшись, я понял почему. Пригоршня вошел таки с ним в близкий контакт. Прихватив одной рукой за загривок, второй он навешивал контролеру размеренные удары снизу вверх, в челюсть. Затем перехватил мутанта обеими руками, буквально повис на нем и врезал коленом в живот. Контролер бормотал и подвывал, пытаясь закрыться от ударов. Уходи, донеслось до меня. Уходи. Не, уйду. Сдохни. Каждый выдох пригоршней сопровождался новым ударом. Я практически оклемался. Сейчас контролер не мог дотянуться до чужого сознания, ему бы свое удержать. Пригоршня, не отпуская мутанта, силой развернулся, закрутив контролера и направил его в центр поляны, разжав руки. Контролер, согнувшись, пробежал. Несколько шагов и замер. Движения его стали замедленными, сковаными. Пригоршня рванул было следом. — Стой! — заорал я. Напарник замер. Зона быстро учит, слушаться коротких приказов и дельных советов. Они доверчивые погибают. Пригоршня же был опытным сталкером, крутым, как хорошо сваренное яйцо, бывалым, как старый башмак и тертым, как терка. Подобрав его винтовку, я спустился с холма. — Где моя шляпа? — спросил пригоршня, не отводя взгляда контролера. Мутант топтался на месте, схватившись за голову, жалобно подбывал. Я вернулся и поднял шляпу, нахлобучил на голову напарника. Пригоршня часто дышал, еще не отошел после схватки. — Эк его! — А ты за ним сунуться хотел, — напомнил я. — Он в самом центре аномалии. Интересно, что она делает, когда разрядится? — Не знаю, что делает, но плющит бедолагу не по-мутантски. — Ты его пожалей, пожалей! — Тоже мне, гуманист, выискался. Гринписк амуфляжный, общество защиты мутантов. — Давай, не стесняйся, обзывайся. Между прочим, пока ты солнечной ванной принимал, я работал. — Ну, каждому свое. Кто-то головой работает, думает, а кто-то головой бьет и в нее ест. Пригоршня лишь зыркнул в ответ, давая понять, шутить не расположен. Перебрасываться фразочками разной степени остроумности мы могли бесконечно, но пора было что-то делать с контролером и аномалией. Последнее все еще внушало беспокойство. Кажется, она не разрядилась. Осторожно, чтобы не вляпаться, я обошел ее кругом, двигаясь по краю поляны. При этом я интенсивно, не знаю, как это назвать, перенюхивался, присматривался. Короче, всеми пятью основными и сколькими-то дополнительными чувствами пытался понять, что перед нами. Контролеру было плохо. Сочувствие у меня он не вызывал, только любопытство. Обычно агрессивная тварь выглядела утратившей смысл существования, моральные ориентиры и внутренний нравственный закон. Волны уныния и апатии расходились от контролера, как круги отброшенного в воду камня. И причина этого была неизвестная аномалия. Ну как? Поинтересовался пригоршня. Я туда не хочу, сообщил я, и ты туда не хочешь. И он там быть не хочет, а приходится. Сдается мне пригоршня, ластик все-таки внутри этой дряни. Только нужно ее дезактивировать. Есть идеи, как это сделать. Есть предположение, что контролера аномалии недостаточно, потому что контролер не совсем разумен. Нужно засунуть туда кого-то поразумнее. Вот ты и лезь, — обрадовался пригоршня. Ты же сам говорил. Работаешь головой. Употреби, значит, могучий разум во благо. Мне туда нельзя. Я склонен к рефлексии. А ты даже слова такого не знаешь, поэтому давай. Выручай контролера, раз уж ему сочувствуешь. Не понял. Ну вот видишь. Топай, говорю, в аномалию. Ежу, ясно, она не смертельна. Потаскуешь немного, потом я тебя вытащу. А как вытащишь? Что-нибудь придумаю, — успокоил я друга. В нашем деле оптимизм. На втором по главности месте после осторожности и предусмотрительности. Не знаю, что делать. Положись на авось и верь в лучшее. Я надеялся, что пригоршня не утратит разум. На случай, если все-таки это случится, мы решили обвязать его веревкой, длинный конец которой я буду держать. Выдерну. Нож оставь, — посоветовал я пригоршне. Вообще, разоружись, суициднешь еще. Вот это слово я знаю, — мрачно сообщил друг, разоружаясь и складывая ножи, пистолет, куботан и прочие мелочи на траву. И оно мне не нравится. Напоясавшись, как альпинист, и сдвинув шляпу на левый глаз, пригоршня двинулся вперед. Я стоял в нескольких шагах от начала аномалии и раздумывал, не пристрелит ли контролера. Пока что рано. Может быть, он все-таки оттягивает часть мощности. Но если проявит агрессию, сделаю это с удовольствием. Конец веревки лежал у моих ног. Шаг. Еще шаг. Пригоршня ссутулился и обхватил себя за плечи. На меня он не оборачивался. Черт, если уж его так пробило. Он добрел почти до контролера, не обратившего на недавнего врага никакого внимания, и обернулся ко мне. Взгляд у друга был пустой. Лицо исказило грима сострадания. — Найди артефакт! — крикнул я. — Ни тени осмысленности на лице. — Арт! — Ластик! — ну же, дружище! Пригоршня мотнул головой. Сообщил, что ему это не нравится, и опустился на четвереньки. И я запаниковал. Оно, как аномалия, оказало губительное воздействие на крепкий, но не сильно развитый разум сталкера. И теперь он всегда будет передвигаться на четвереньках. Что я буду делать с этим домашним животным? Страхи оказались напрасными. Пригоршня шарил в траве, что-то искал. Через пару минут пыхтения он снова поднялся, сжимая в руке губку. Теперь выражение лица у пригоршни было совсем странным. Расслабленным, как в баре после третьей кружки пива. Спокойная улыбочка, прикрытые глаза. «Уходи!» — скомандовал я. «Пригоршня!» «Возвращайся!» Все чувства буквально кричали об опасности. Я нагнулся, чтобы поднять веревку и дернуть. Аномалия перестала действовать. Контролер пришел в себя и бросился на Никиту. А тот по-прежнему улыбался и сжимал зеленую губку, и оружия у него при себе не было. Контролер не стал или не смог пользоваться телепатией. Весил мутант прилично, думая под девяносто кило, и, налетев на сталкера, сшиб его с ног. Борьба в портере явно не была его сильной стороной, но пригоршня не сопротивлялся. Упал, раскинув руки, словно пули сраженный. И все с той же улыбкой. Признаюсь, я растерялся. Никогда еще не приходила мысль, что пригоршня может сойти с ума. Он всегда готов действовать, и Хук справа явно опережает скорость его мысли. Пригоршня сперва бьет, потом прикидывает, а надо ли было. Мутант взвыл и принялся молотить его кулаками, безо всякой системы, но точно больно и опасно. Пригоршня дергался, но не сопротивлялся. Стрелять было рискованно. Выхватив нож, я бросился на помощь. Время растянулось. Казалось, будто я двигаюсь в киселе кошмарного сна и не успею. Медленно, медленно я добежал до дерущихся. Медленно поднял руку. Медленно вогнал нож мутанту в шею. Сбоку. Где проходит сонная артерия. Анатомия у контролеров почти человеческая. Когда я выдернул нож, из шеи забил фонтан крови. Глянцевая, молодая трава. Улыбающаяся пригоршня. Физиономия его украсила с несколькими синяками, а из носа шла кровь. Все оказалось залитым красным. Я ударил еще раз и ногой спихнул контролера с напарника. Мутант попытался отползти, зажимая шею, но силы быстро покинули его. Он затих в паре метров от нас. Пригоршня на происходящее почти не отреагировал. Так, слегка скосил глаза в мою сторону. Губка была у него в левой руке. И теперь я не сомневался, что это ластик. Артефакт, стирающий эмоции. Видимо, еще и оглушающий человека. Первым делом подхватил пригоршню подмышки и отволок к холму, подальше от притихшей аномалии. Не факт, что она не включится заново. И только потом подробно рассмотрел находку. Ластик был неровным, округлым, с некрупной апельсино размером, и вроде губчатая поверхность его слегка пульсировала. Брать голыми руками я не рискнул. Вернулся за холм, за рюкзаками. Вытащил перчатки и контейнер, щипцы. Пригоршня не сопротивлялся, и щипцами я довольно быстро вынул находку из его пальцев и переправил в контейнер. Захлопнул крышку. Сталкер глубоко вздохнул, сел, очимело потряс головой. Заметил банку с артом и дохлого контролера. Так, — мрачно сказал пригоршня, ощупывая пострадавшее лицо. Я не знаю, что это за наркота была, но больше я ее не хочу. А хочу кружку пива. Кажется, ты мне ее должен. Должен, — согласился я. А клиент нам бабок должен. Но все это, друг мой, дня через три, когда мы доберемся до места встречи. Встреча была назначена на три часа дня в новом баре «Люби гусей», который я мысленно окрестил гусятней. Он месяц назад открылся в окрестностях Любича. Мы с пригоршней предпочитали жирного зомби, и там еще не были. Но клиент настоял, мол, опасается за принесенные деньги баснословную для него сумму, и не придет незнамо куда. Ну, ничего, гуси так гуси. Заодно и место разведаем, нам этот бар кто только не хвалил. Что деи готовят, вкусно и недорого, и пиво собственного производства великолепное, и девочки там работают, ничего так. Гусятня напоминала старинный сруб. Небольшие окна со ставнями, еще не закопченная труба, флюгер в виде взмахнувшего крыльями гусака. На бревенчатых ступенях курил Бурун. Именно он сосватал нам клиента. Сами мы за стремные заказы не беремся, но в последнее время воинсталы гайки закрутили, и работы поубавилось, что ударило по карману. К тому же Бурун, авторитетный, но не слишком удачливый сталкер, за клиента подписался. Что де мужик серьезный, горе у него помочь надо. Не знаю, что случилось с Буруном, но череп у него был странный, конусовидный, словно его хорошенько сдавили тисками. Бурун год назад здорово облучился, и все волосы выпали. Теперь он без волос, даже ресницы, бровей нет. Завидев нас, сталкер водрузил на голову вязаную шапочку, помахал и улыбнулся. Зубы у него были крупные, как у лошади, выступающие вперед. — Здорово, парни! — прокричал он. — Вы прям срок, а Антон Васильевич уже на месте, нервничает. Товар с вами? Я посвящал по контейнеру. — Конечно, с собой, ты нас знаешь, — заговорил Никита. — Ну и дрянь! Знал бы ты, чего мы натерпелись! Я легонько пихнул пригорошню в бок, и он замолк. Истасковался, бедняга, по обществу, за три дня. Вслед за буруном мы вошли в гусятню, где сигаретный дым смешивался с химическим запахом недавнего ремонта. Это был бар, какие в зоне называют либеральными. Не требовалось давать оружие при входе, охранников тоже не наблюдалось. Хозяин рассчитывал на благоразумие посетителей. Новенький, наверное. Наивный. А вообще тут было приятно. Дубовые лакированные столы со скатертями из мешковины, массивные стулья, на стенах рисунки. Вот у входа прямо передо мной багряное небо во время выброса. Чуть дальше – незнакомая болотистая местность, помойка, присыпанная снегом, и черное пятно ворона. С еле слышным треском рассекали воздух лопасти гигантского вентилятора, похожего на вертолетный винт. С них свисали длинные нити, закручивались в воздухе. Столы располагались вдоль стен. Десять штук, свободных четыре. Плюс барная стойка, за которой грустил бармен, медитируя на вентилятор и три посетителя. Завидев нас, бармен подтянулся и придал лицу приветливое выражение. Странный тип. Совсем не похожий на завсегдатая в зоны. Светловолосый, потлатый, в белой рубашке и кожаном жилете. Он напоминал студента художественного института. — Химик, — прогудел пригоршня, — ты пиво обещал. — О-о-о-о! Проследив за направлением его взгляда, я заметил таки между двумя мужиками за барной стойкой. Девушку. Невысокую, миниатюрную, с каштановыми волосами, собранными на затылке в хвост. Девушка задумчиво смотрела на пивной бокал, ее напарники скучали. Того, что поправил руку от нее, я знал. Это был патриот, чуть сдвинутый на жидомасонских заговорах парень о риске наружности. Сталкер довольно удачливый, но слишком нервный. А вот второго, высокого ускоритцевого мужика, видел впервые. Его веки напоминали мешки и свисали на глаза, из-за чего лицо приобретало жалобно-флегматичное выражение. Сколько ему лет? Точно больше пятидесяти. Таких в зонах единица. Никита, сначала дела, шепнул я и зашагал к раннему столику, где спиной к нам сидел клиент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!